Я бы хотел начать, прежде всего, с того, чтобы отметить мужество избранного американского президента. Он мог быть менее амбициозный в своих обещаниях, и, в общем-то, его речь могла быть более традиционной. Тем не менее, на повестке, политической повестке Штатов сегодня очень серьезные задачи, и то, что Америка имеет такого, на мой взгляд, перспективного и сильного президента, это большая заслуга американского народа, и я бы хотел, чтобы и наши элиты были по качеству и эффективности, и амбициозности такими же амбициозными, и такими же эффективными, и ставили на повестку такие важные и серьезные задачи. Вторая составляющая. Убежден, нас ждут большие перемены. И, к сожалению, сегодня, после поведения Авакова, Петренко, Пашинского, всего Народного фронта, и Ценюка в том числе, связанного с личными, подчеркиваю, очень важный момент, личными оскорблениями кандидатов в президенты Трампа, мы политически на сегодняшний момент абсолютно изолированы в мире. И до тех пор, пока мы не сделаем организационных, системных выводов, связанными с, первое, извинениями перед администрацией, вторая составляющая, отставки Авакова, Петренко, и, по сути, ликвидации как элемента коалиции Народного фронта, никакого диалога с Штатами не будет. Это мое глубочайшее убеждение. Я зарегистрировал, вы знаете, в большой мировой политике, мы тут много можем умничать, рассказывать, скажем, какие-то свои технологические, геополитические версии, но большая политика это еще и отношения между людьми. Я бы на месте любого уважающего себя человека не стал бы иметь никаких взаимоотношений с страной, где несколько дегенератов позволили себе вмешаться в внутреннюю политику. Но согласитесь, что это политика взаимоотношений между людьми, которые хотя бы знают о существовании друг друга.